Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня хотелось бы поговорить о моей циркулярной пиле. Кто у кого есть она, тот уже наверное знает, что вот такой угловой упор, в нем наблюдается люфт. И уже много было отзывов, то есть я делал небольшой обзор на свою пилу. И много тоже жаловались, что есть большой люфт в угловом упоре. Как это решается проблема, некоторые допустим подматывали изолентой, но она опять же стирается быстро. Также еще можно раскирнить допустим вот эти грани, они чуть расширятся, но это тоже ненадолго. Также еще видел на одном канале, там точили пластиковые втулочки, то есть сверлили отверстия, вставляли втулочки. И когда закручиваешь саморез, то есть втулочка она расширяется и таким способом убирался люфт. Но опять это тоже такое замороченное. Я сегодня решил попробовать сделать чуть иначе. Есть у меня 3D принтер, и я решил напечатать что-то наподобие. Ну, взял размеры, чуть увеличил. Не знаю, сейчас соберем, попробуем. Думаю, что нагрузки здесь большой нет, и думаю, вот этот упор, он вполне справится. Да, на первый раз я напечатал чуть поменьше, как вы видите, да. Здесь длина 20, а у меня на 3D принтере сам стол 20 на 20. Поэтому сейчас напечатал 16 сантиметров в длину. Сейчас попробуем, разберем, соберем вот этот и увидим, как будет все это работать. Но изначально хотелось бы показать, какой у меня люфт вот на этом упоре в циркулярной пиле. Так, друзья, ставим упор. Как видите, сейчас еще увеличу. Как вы видите, довольно-таки такой большой люфт. Ну, и сейчас попробуем, соберем, посмотрим, как у нас будет с новым, вот этим, с новой направляющей. Давайте сейчас посмотрим, как будет все это на циркулярке выглядеть. Ходит четко прям. Прям вообще люфта нету. Сейчас увеличу. Нисколечко. Ну и все, и в принципе, сейчас вот этот саморез ослабеваем. Настраиваем ножный угол. Затягиваем. В принципе, все. Наш упор готов. Вот с этого ракурса еще хотелось немножечко показать. Как видим, ничего не шатается. Так, друзья, проверяем угол. То есть к диску. Как видим, все ровно. Есть у меня вот такой вот кусочек фанеры. Как видите, углы совпадают. Сейчас попробуем, отпелим и снова замеряем. Так, отпилили. Как видим, пилит очень ровно. Ходит тоже спокойно. То есть туда-сюда, как видите, легко. Но зазоров нету. Вот с помощью такой направляющей мы избавляемся от зазоров. И то есть получается вообще пил очень ровный. Конечно, в дальнейшем попробую напечатать чуть больше. Сейчас здесь у меня 160 миллиметров. Попробую 180 напечатать. Думаю, мой принтер осилит. Просто не знаю, он на всю вообще длину нет печатает. Ну а так, в принципе, получилось нормально. Если кто-то уже пользовался, напишите в комментариях, то есть как себя повел. Нормально, нет. Я думаю, здесь нагрузки нет. Он прослужит долго. Даже если он прослужит, допустим, 3-4 месяца, напечатать его не составит никакого труда. То есть образец уже есть. Если кому-то будет интересно, могу скинуть сам файл с этой направляющей. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok